МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В суде телеканала Север Ольга Русул в эфире программа Законодатели. Программа о тех, кто принимает важные решения в интересах региона и его жителей. Еженедельно в нашем эфире мы рассказываем вам о работе депутатского корпуса собрания депутатов Ненинского автономного округа. И в этом выпуске. Объекты строительства в зоне повышенного внимания глава региона Юрий Бездудный и спикер окружного парламента Александр Лутовинов посетили стройки Нарьинмара. Физкультурно-спортивный фестиваль прошел в Нарьинмаре. Участников фестиваля поприветствовал председатель собрания депутатов Ненинского автономного округа Александр Лутовинов. Реализация инвестпроектов силами субъектов малого и среднего бизнеса позволит ускоренным темпом решать задачи по поводу новых социальных объектов и распределить нагрузку на региональных бюджетов. В собрании депутатов обсудили строительство на селе. В деревне Каменка состоялись 15-е юбилейные гонки на снегоходах. Глава региона Юрий Бездудный и спикер окружного парламента Александр Лутовинов посетили объекты строительства в Нарьинмаре. В рабочей поездке также приняли участие сенатор Российской Федерации Римма Галушина, окружные депутаты Максим Арбузов, Наталья Кордакова, Николай Миловский и Николай Запалов, представители администрации Ненинского округа, департамента строительства, ЖКХ энергетики и транспорта Ненинского округа, централизованного стройзаказчика и представители подрядчиков. Участники поездки посетили четыре многоквартирных дома на пересечении улиц Ленина и Первомайская, улиц Полярной и Пырерки, на улицах Октябрьской и Авиаторов, а также место строительства и слейсада на улице Смедовича за зданием мэрии. Его возведением занимается общество «Строюниверсал». В настоящее время строители выполняют там устройство котлована. По заверениям подрядчика, объект должен быть сдан в срок в конце 2021 года. Первым объектом был многоквартирный дом на пересечении улиц Ленина и Первомайской. Сейчас там идут работы на фасаде. Внутри проводятся сантехнические работы. Внутри штукатурка на 90% сделана. Перегородки все есть, санузлы все самые. Сейчас занимаемся еще подачей тепла, пресс-тепла. Закрываемся и будем переходить на отделочную работу. На объекте работают 15 человек. В ближайшее время команда рабочих пополнится. Дом планируется к сдаче в августе этого года. Следующий объект на 98% готов к сдаче. Это многоквартирный дом на пересечении улиц Полярная, Пыльерка. На данный момент идут работы по внутренней отделке. Установка дверей, поклейка обоев. У нас все подключено. Уже заведено. Останется в резкую зону. Тепло у нас есть. Вода, горячая, холодная вода. Только надо будет в резкую зону. Она уже в колодце находится. Электричество, заявку мы подали. Электричество тоже они должны давать. Очевидно, что этот объект более готов, чем тот, на котором мы были до этого. Здесь даже сырости нет. Дом рассчитан на 41 квартиру. По плану в июле все работы будут закончены. Следующий объект на 65 квартир. Это дом по улице Октябрьской. Чистим котлы газовые, потому что котлы здесь индивидуальные. Они практически всю зиму отработали. Необходимо всех технического осветительства еще раз кое-что заменить. Сняли в части отопления местами, потому что были моменты, зима была холодная, были моменты, что у нас там где-то она потекла. Поэтому сейчас эти вопросы... Работы завершены практически на 100%. Новоселов ждут в мае. Далее ознакомились с готовностью многоквартирного дома по улице Авиаторов. Его планируют сдать до конца текущего года. Принять работы под следующий этап, под заливку, отделку стен. И переходим уже практически к чистовой отделке, готовим. Ставим перегородки, выравниваем стены, заливаем полы. И кабельную продукцию все разбрасываем, уже закрываемся полностью. Важный социальный объект Иослисат на 60 мест. Здесь будет 4 группы от года до 2 лет и от 2 лет до 3 лет. В данный момент проводятся подготовительные работы. Мы вынесли все сети, которые мешали нам для разработки котловар. И завозили строительные материалы. Планируем на следующей неделе уже приступить к возведению подземной части. Мы завезли уже весь материал еще по навигации. Остатки, которые у нас оставались, завезли по зимним крузам. Материалами мы для возведения подземной части и надземной по наступлению к проводам. В завершение рабочей поездки по строительным объектам губернатор округа Юрий Бездудный поручил профильному департаменту контролировать исполнение работ по каждому объекту в сроке. Ну, основная цель поездки по этим объектам была, во-первых, вывести строителя из спячки и дать импульс всем строителям, всем строительным объектам. Совершенно понятно, что на сегодняшний момент эти стройки отстают от графика. И причины, которые называют строители, наверное, объективны. Но для нас самое главное, чтобы наши жители как можно быстрее переехали в эти дома. В такие дома. Поэтому сегодня совместно с депутатами проехали по этим жилищным объектам, разобрали каждый объект, уточнили графики производства работ и будем очень жестко контролировать. Добавлю, все объекты планируют передать на баланс городской администрации уже в этом году. В окружном собрании депутатов обсудили исполнение окружного бюджета за первый квартал текущего года. На заседании комиссии по экономической политике и бюджету информацию по этому вопросу представила заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Татьяна Лагвиненко. По оперативной информации, на 1 апреля в окружную казну поступило 5 миллиардов 700 миллионов рублей. Основную часть доходов составили налог на имущество, это 1 миллиард 400 миллионов рублей. Безвозмездное поступление 1 миллиард 900 миллионов. Доходы в виде прибыльной продукции от Харягинского СРП 1 миллиард рублей и налог на прибыль организаций 792 миллиона. Расходы бюджета с начала года составили почти 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Из них 1 миллиард 700 миллионов перечислены бюджетным учреждением. Социальные выплаты населению составили 766 миллионов рублей. В ходе обсуждений депутат Татьяна Федорова обратила внимание, что ежегодно на счетах бюджетных учреждений в конце года остаются достаточно большие суммы. И предложила счетной палате Ненецкого автономного округа проанализировать эту ситуацию. Еще один вопрос касался выпадающих доходов с учетом прогнозируемого. Выпадение доходов за счет возврата утраченных налогов недропользователями. Округу не хватает фактически 1 миллиарда на исполнение принятых обязательств. Если по другим регионам ситуация с бюджетами выравнивается, то в Ненецком округе сохраняется сложная ситуация, считает председатель парламентской комиссии по экономической политике и бюджету Наталья Кордакова. Депутат предложила проработать вопрос о подготовке совместного обращения в правительство Российской Федерации о финансовой поддержке региона. Кроме того, в адрес администрации округа от депутатов поступило предложение урегулировать вопросы оплаты больничных листов работникам медучреждений. Привлечение частных инвестиций позволит ускорить строительство соцобъектов. Особенно это актуально для небольших сельских населенных пунктов, считают окружные парламентарии. Председатель комиссии по экономической политике и бюджету Наталья Кордакова отметила, что реализация инвестпроектов силами субъектов малого и среднего бизнеса позволит ускоренными темпами решать задачи по вводу новых социальных объектов и распределить нагрузку на региональный бюджет. В частности, Наталья Кордакова отметила, что при строительстве школ, спортплощадок и фоков, детских садов и домов культуры исключительно за счет бюджетных средств возникают некоторые проблемы. Это и недобросовестные подрядчики, сложности с логистикой, поэтому необходимо активнее привлекать малый и средний бизнес к строительству значимых объектов на селе. В Харуте у них проводится 8 кружков различных, в которых принимают участие как младшее поколение, так и старшее поколение. Но в то же время здание, во многом зависит от того, как проводится работа, в каком состоянии материально-технической базы зданий. Здание в поселке Харута было построено в 1961 году, площадь которого составляет где-то более 300 метров квадратных. А в Уськаре здание было построено в 1957 году, и там площадь вообще маленькая, где-то 160 метров квадратных. Для такого крупного, ну вот по тем меркам крупного населенного пункта, где-то проживает 600 человек, это, конечно, очень мало. Наталья Кордакова подчеркнула, что сохранение и развитие культуры на селе – это архиважная задача органов власти. Вместе с тем, много домов культуры на селе имеют слабую материально-техническую базу, не соответствующую современным стандартам. Проекты практически готовы по этим населенным пунктам. Площадь общая где-то будет 500 с небольшим, 417 метров квадратных – это общая площадь здания, в котором будет у нас и танцевальный зал, и, значит, будет отдельная библиотека, зал для зрителей в целом будет. В общем, практически все уже готово, но земельные участки также готовы, эти земельные участки выкуплены. Сегодня у нас с предпринимателем в одном Курленко, во втором Попов выкупили, и я надеюсь, что уже в этом году, но во всяком случае так планируют, у нас малый и средний бизнес построить здание в Харуте уже в этом году, в 2021 году. Планируется, что дом культуры в Уськаре появится в следующем году. Как рассказал депутат окружного собрания и предприниматель Анатолий Курленко, в настоящее время компанией отобран проект для строительства в Уськаре дома культуры на 108 мест. На сегодняшний момент он привязывается к земельному участку, который мы выиграли по аукциону в Уськаре, и будем строить дом культуры. Единственное, что сейчас добиваем проект, ознакомим непосредственно муниципальное образование, с данным проектом, примем их пожелания, внесем корректировку, и после этого будем закупать непосредственный материал для изготовления, для строительства дома культуры в Уськаре. По мнению депутата, это определенный вклад предпринимателей в развитие муниципальных образований. Планы по строительству социально значимых объектов обсудили в окружном собрании депутатов. Речь об этом шла на заседании комиссии по образованию, культуре и спорту. Информацию о планируемом капитальном ремонте, реконструкции, строительстве зданий, образовательных организаций, объектов культуры и спорта, в том числе в сельской местности, представили заместитель губернатора Наталья Сидорова и заместитель руководителя профильного ведомства Роман Горбунов. В 2021 году предусмотрены средства на капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации в детском саду Аннушка и на капитальный ремонт столовой в школе поселка Усть-Каро. В рамках нацпроекта «Культура» в этом году из федерального бюджета на условиях софинансирования выделены средства на капремонт домов культуры Воми в поселке Красное. Еще 5 миллионов рублей федеральный бюджет направил на создание модульной библиотеки в поселке Красное. Но для этого необходимо отремонтировать здание. Что касается строительства, то в 2021 году ожидается ввод детского сада в селе Несь и Ислей сада в Нарьинмаре. В частности, в ходе совещания речь шла о плановых ремонтах объектов культуры на селе и строительстве новых. Депутат Александр Чурсанов задал вопрос по западному участку, который он курирует. Необходимо отметить, что у нас в пёше необходимо строительство нового дома культуры, старого, который был недавно снесен. Кроме этого, волоковая верхняя пёша требуется ремонт в ближайшее время, потому что дома культуры уже в крайне не очень хорошем состоянии. Помимо прочего, необходим ремонт дома культуры села Несь. Нуждается в ремонте дом культуры в селе Ома. Надо отметить, что торги по этому социально значимому объекту уже проведены. Что касается Омы, уже торги завершены и государственный контракт на ремонт заключён. И департамент планирует в этом году эти работы уже провести. Также необходимо отметить, что ремонт требует и дом культуры в Шойне. Вообще, конечно, речь шла о новом доме культуры, потому как тот объект, который сегодня, он совсем старый. В целом, в ходе заседания комиссии, депутаты и представители профильного департамента сошлись во мнении, что необходимо своевременно делать ремонты. Ремонты планируются и в этом году, на 2022-2023 год. Поэтому я думаю, что они будут произведены. Потому что если мы не будем ремонтировать те дома культуры, которые есть сегодня, то нам придётся в ближайшей перспективе строить новые. Дважды в год студенты средних профессиональных учебных заведений Нарьинмара смогут получать именные стипендии сенатора от Ненецкого округа Дениса Гусева. Положения проведения конкурса обсудили с директорами учебных заведений. За достижения в учёбе, спорте и активную общественную работу по этим трём номинациям 27 студентов средних специальных учебных заведений округа смогут претендовать на именные стипендии после каждого семестра. Самое замечательное то, что не только учёба рассматривается у студента, а это его достижения в общественной работе, в добровольчестве, которое сегодня мы развиваем очень активно. Это работа с общественными формированиями и, несомненно, спорт. Спорт, здоровый образ жизни. Не только сам занимаешься спортом, ещё и пропагандируешь, вовлекаешь в эту работу других. И, конечно, это будет стимулировать ребят ещё больше. В каждом из трёх окружных образовательных учреждений на стипендию могут претендовать 9 человек. Решение о назначении, которое будет рассматривать специальная комиссия. Решение о назначении стипендий будет принимать комиссия, где участие будут принимать как студенты в состав ходить, так и родители студентов. Это очень важно, и эта стипендия будет в рамках семестра, и уже каждый семест мы будем рассматривать заново. Кто тут подтвердит свою квалификацию, быть лучшим по этим направлениям, дальше получать эту стипендию. Сенатор также отметил, что дополнительное денежное поощрение будет мотивировать студентов не только к занятиям спортом, но и к получению и расширению знаний. Мы должны стимулировать молодёжь на то, чтобы получала образование, были квалифицированные. И это очень связано с тем, что реализация сейчас крупных проектов начинается на территории округа, нефтегазовых и нефтехимических. Поэтому для реализации этих проектов нужны сильно квалифицированные кадры, которые смогли бы конкурировать на равных с другими специалистами из других регионов. Добавлю, размер стипендий составит от 1 до 3 тысяч рублей и будет выплачиваться единовременно за счёт личных средств сенатора Российской Федерации от Ненецкого округа Дениса Гусева. Спорт населения никогда не угаснет. Под таким девизом в деревне Каменка прошёл юбилейный мотокросс на снегоходах. Гонщики соревновались в основном заезде. Гостевом, ветеранском, на Буранах и в свободном заезде на импортной технике. Всего в соревнованиях в Каменке приняли участие 62 гонщика. На торжественном открытии юбилейного мотокросса право поднять флаг предоставляется победителю прошлых гонок Ивану Вокуеву. Следом долгожданный старт первого заезда. Впереди у гонщиков четыре круга трассы, наполовину в воде. Многие глохнут, некоторые переворачиваются. Но никто не сдаётся. После нелёгкой борьбы первым финишную черту пересекает Иван Вокуев, четырёхкратный чемпион мотокросса. Подготовка в первую очередь. Но сегодня очень тяжёлая была трасса. Тут, конечно, немного удачи. Ну и, конечно, сила, воля к победе. Так что переживания уже прошлись. Сейчас только небольшие волнения. На первый и второй домашний заезд заявилось 26 гонщиков. Местные спортсмены оттачивали своё мастерство задолго до гонок. Один из них – Александр Вокуев. Мужчина впервые принимал участие в мотокроссе. У меня много родственников тоже ездит. Вот у меня брат родной, двоюродный Иван Вокуев, он в прошлом году занял первое место здесь. Сергей Вокуев, отец, он много раз здесь тоже первым был. То есть у нас много мужчин в семье, которые гоняют. Я понял, что настало и моё время. И вот на буране своего отца решил поездить в основных заездах. А он в ветеранских ездил. Мне очень понравилось. Адреналин невероятный. Я просто влюблён в буранной гонки теперь. Хочется снова и снова гонять. Вернёмся на трассу. Старт дан к гостевому заезду. Здесь также необходимо преодолеть четыре круга. Трасса тает на глазах. Гонщики буквально плывут. Но, несмотря на трудности, с отрывом первым к финишу приходит Антон Калей. Далее следует традиционный заезд ветеранов. Пять гонщиков преодолевают трассу с трудом. Михаил Вокуев признаётся, несмотря на экстремальные условия, гонка прошла на славу. Ну, вот видите, погода подвела. Как бы сюрприз нам сделала такой. Ну, как бы тоже интересно. Такого мы ещё не пробовали. Изюминка гонок – соревнования на собачьих упряжках. За звание лучших будут бороться восемь кандидатов. Однако отборочный этап прошли только три участника со своими питомцами. Старт не задался. С самого начала четвероногие участники не поделили трассу. Эта перепалка продолжалась до конца гонок. До финиша дошли только два участника. Лабрадор Дениса Кужеля решил отправиться домой. И вот всё бежал-бежал. Я там по воде плавал, утонул. А потом другие уже. Это я там на волокушке ещё плавал. Согревали гостей и гонщиков чудесные повара-каменки. Женщины с самого утра готовили домашнюю еду и угощали всех желающих. Всегда у нас очень много народу. Все заходят. Мы никому не отказываем. Всех кормим. Что у нас сегодня было в меню? В меню у нас было жарковое. Картошка у нас была. Да, и вот, пожалуйста, торты вот нам тут спонсоры, наверное, принесли. Ведь всё у нас тут такое печёное. Так что можно зайти и согреться, греются и чай пьют. 15-й юбилейный мотокросс проходил под девизом «Спорт населения никогда не угаснет». Поздравить гонщиков приехали представители власти. Я рад вас всех приветствовать здесь на 15-летнем юбилейном мероприятии. Уважаемые жители и гости деревни Каменка, от имени собрания депутатов Ненецко-автономного округа приветствую всех вас на юбилейном муниципальном снегоходном «Мотокроссе». При этом отметить, что праздник имеет долгую историю, 15 лет, и один из самых ярких и зрелищных мероприятий в муниципальном образовании. Искренне благодарю руководство муниципального образования, организаторов состязания за праздничную атмосферу, за то, что развиваете спорт, этот праздник, и дарите сельчанам хорошее настроение. Дорогие друзья, сегодня здесь собрались любители снегоходного спорта, даже профессионалы-мастера, которые объединены этим спортом и объединяют других людей. В свободном заезде победил Алексей Стримаусов, в гостевом заезде – Антон Калий. В ветеранском заезде первым стал Анатолий Ваучейский, в основном заезде – чемпион прошлых гонок в Каменке Иван Вокуев. Что касается заезда на собачьих упряжках, то тут лучшим признали Николая Кожевина. Результаты соревнований прокомментировал вице-спикер собрания депутатов Максим Арбузов. Само соревнование было организовано на очень высоком уровне, несмотря на то, что делали люди своими силами. То есть тот костяк, который занимается этими гонками из года в год, это жители села Каменка и энтузиасты, общественники, которые помогают там это делать. Место старта было оборудовано прекрасно, даже с флажками, как выравнивать снегоходы. Более того, судьи внимательно следили за тем, чтобы флажки не перемещались и стояли строго на своих местах. Прекрасно был организован городок для гостей, для тех, кто смотрел на эти соревнования. Все большие молодцы. Азарт, рев моторов, запах бензина, светило солнце, дул ветер. Удачи с ревнованием и пускай они продолжаются в следующем году и еще много-много лет. В Наринмаре открылся физкультурно-спортивный фестиваль среди инвалидов в рамках Года добрых дел. Его открытие состоялось в детско-юношеском центре «Лидер». Участников фестиваля поприветствовал председатель собрания депутатов Ненинского автономного округа Александр Лутовинов. Нелли Соболева принимает участие в спортивном фестивале уже не первый год. Женщина состоит в команде «Поселка Красное», которая не раз одерживала победу на соревнованиях. В «Поселке Красное» у нас очень хорошее здание. И тренируемся теннис, амрестлинг, стрельба, дротики. Команда лихо проходит дистанцию, дарт с высокими результатами. И проходят дальше. Любители пострелять из винтовок собираются в отдельном зале. Среди них Сергей Агарков. Стрельбой я занимаюсь с детства, с совершеннолетия. В детстве с ружья стрелял на охоту ходил. Потом как бы сам был охотник. Ну, а сейчас уже по мере возможности здоровья стараюсь заниматься, ходить в спортзал по стрельбе. Из заветных 30 у Сергея 27. Неплохой результат, признается мужчина. Участники соревнуются в шести дисциплинах. Это пулевая стрельба, настольный теннис, дартс, кегли, шафаборд и джакала. В каждой дисциплине три победителя, которые получают кубок, медали, грамоту. Остальным участникам вручат утешительные призы. Очень здорово, что сегодня у нас пришел губернатор Юрий Васильевич. Да, вот нас поприветствовал. Это впервые. Ну, вот за все его губернаторство он увидел наших людей, которые вот действительно всей душой идут сюда, вот участвуют показать свои способности в спорте. Это очень неравнодушные люди, очень неравнодушные. И я рада за них, что они находят себя в спорте, в творчестве, музыке. Такие мои хорошие люди. Поздравить участников соревнований пришли представители власти. Не в первый раз уже участвую в открытии спортивных соревнований, но сегодня они совершенно необыкновенные. Во-первых, я вижу много знакомых лиц, участников, с которыми мы уже не раз встречались. Ну и потом я хочу сказать, что физическая культура и спорт позволяют раскрывать новые возможности, новые способности, добиваться личного успеха, укрепляет думу, позволяет преодолевать личные невзгоды какие-то. Дорогие друзья, то, что мы проводим такие фестивали, это совершенно замечательно. И вот сегодняшний фестиваль, он объединяет очень много талантливых, активных людей, которые не хотят сидеть дома, а хотят заниматься спортом, добиваться успехов, побеждать. Нам надо все делать для того, чтобы мы выходили в люди, чтобы мы активно ввели работу, в том числе физическую работу, то есть ставили для себя большие задачи и сами себя преодолевали. И показывали пример всем остальным, как нужно ввести активную жизненную позицию. Поэтому ваш девиз – верить, объединяться, искать. Я бы добавил еще – побеждать. Это должна быть ваша активная жизненная позиция. Я приятно надеял не только видеть знакомые лица, но я, если честно, не знал, что многие из тех, кто работают и являются нашими коллегами, тоже присутствуют в этих рядах. И хотя у вас присутствует медицинское установленное ограничение по здоровью, я хочу сказать, что у вас абсолютно безграничная сила воли, стремление и сила дарить радость окружающим. Многие из тех, кто полноценны и у них нет никаких ограничений, у них нет такого энтузиазма и нет такого плеса в глазах, который я вижу у вас. Я хочу, чтобы вы этот цвет радости и энтузиазма передали близким и всем, кто вас окружает. Благополучие, здоровье и всего самого лучшего. Команда победителей до 45 лет в количестве пяти человек отправится на соревнования по Северо-Западу, которые пройдут с 26 июня по 2 июля в Сыктывкаре. На этом у меня все. Встретимся через неделю, 21 апреля, в эфире программы «Законодатели». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова